меня зовут алексей я являюсь секьюрити экспертом и соответственно сеньор dvrp.net и сегодня я буду рассказывать об уязвимостях в спнет технологиях ну и давайте немножко прежде чем говорить о самих уязвимостях посмотрим вообще что такое спнет то есть вот перед вами так сказать дерево развития спнета то есть сначала было спнет версии 1 это так и так сказать простейшие скрипты писались на одной страничке и потом эти странички так сказать заливались это начало двухтысячных потом происходит искать некоторая эволюция то есть разработка развивается появляется спнет веб-форумс после нее появляется спнет мвс потом вместе же с ней появляется это различные vcf и тому подобное web api и тому подобное и вот сейчас так сказать уже последний тренд это спнет корр ну немножко пройдемся по наиболее важным про сп уже древний так сказать версии мы уже говорить не будем потому что вот сегодня уже когда на дворе 2019 год я его уже не встречаю абсолютно нигде и поговорим немножко начиная уже с технологии веб-форумс то есть когда было первое сп тогда было очень популярны всякие десктоп-приложения delphi вот эта вся история люди так сказать привыкли к программно-компонентной модели да то есть когда мы можем всякие формочки накидывать это очень удобно события у этих формочек событийная модель да то есть когда мы можем перейти формочку написать какой-то код у нас там кнопочка начинает работать вот эту историю microsoft перенес на в платформу и так сказать такой серьезный виток развития начался вот именно на мой взгляд начался именно с спнет web-форумс соответственно преимущество здесь очевидно да то есть когда мы не пишем огромные куски кода а мы просто накидываем формочки примерно вот таким вот образом и создаем таким образом ресурс недостатком данной технологии два больших недостатка то есть который можно здесь уже потом с последствием выявились это первый недостаток то что очень сильная привязка идет код и бизнес-логики то есть представление и бизнес-логика очень сильно между собой связаны и разделить было сложно и вторая проблема то что очень сложно кастомизируются такие компоненты то есть разработчики десктоп приложений которые пишут в информ с приложением могут меня понять то есть очень сложно отредактировать формочку например чтобы она была как-то выглядела по-другому там сиял или еще что-то делал соответственно из-за этих проблем приходит асп на этом весь и которая предлагает совершенно другую вещь совершенно другие так сказать подходы к разработке она дает разработчику полный контроль над компонентами она соответственно так сказать внедряет в себя паттерн архитектурный паттерн mvc model view контроллер и соответственно с этим уже начинается новый виток развития веб так сказать технологий на платформе дотнет примерно вот так выглядит представление то есть вью на асп на этом виси платформе то есть здесь вот если вы вправо обратите внимание то есть это дерево то есть стандартного асп на этом виси приложения здесь мы не будем сейчас зацикливаться потому что это сейчас не столь важно для понимания потом просто мы будем к этому моменту возвращаться и еще одна вещь которая тоже получила так сказать справа существования на жизнь из которой вытекли много достаточно технологии это vpf здесь принципиальный подход в том что здесь используется директор директ x и к саму то есть разметка идет через к саму плюс в том что мы получили более кастомизируемые моменты то есть мы можем уже как-то по-разному наши формочки создавать анимации так далее вот и на так сказать на основании этого на основе этого подхода появились такие вещи как самарин уже всеми забытый silver light и тому подобные вещи вот ну и для мобилочек тоже соответственно но закончим так сказать про эти то есть примерно штатал что стало что-то понятно про испанет я думаю то есть какие они бывают они бывают разные и уже будем непосредственно смотреть уязвимости что нам говорит о вас вас нам говорит про испанет и кстати он очень давно не обновлялся то есть почему-то вот основной а вас по обновляется каждый год вас про есть пнет немножко забываем но не столь важно и у меня сразу к вам такой вопрос из вашего опыта программирования так далее как вы думаете этот код абсолютно уязвим потенциально уязвим или не узи им вообще давайте так а поднимите руки те кто считает что этот код абсолютно взди нет таких а кто считает что этот код потенциально уязвим Есть такие. Кто считает, что этот код не уязвим? Нет таких. Остальные воздержались. На самом деле правильно, этот код потенциально уязвим. Почему? Потому что ASP – это строго типизируемый язык. Если вы обратите внимание на код, мы передали сюда параметр int. Соответственно, этот параметр попадает в запрос. И если мы сюда бы передали кавычку какую-нибудь или строку, мы бы получили бы следующую вещь. Вот такую вот ошибочку. То есть ошибка типов. Соответственно, мы не можем туда передать строку или так далее. Но что такое тип int? Тип int – он включает в себя также отрицательные значения. Поэтому в зависимости от логики запроса этот код потенциально уязвим, если, допустим, речь идет о какой-то банковской операции, переводе денег или какой-нибудь там reference null. То есть различные проблемы в логике здесь могут возникнуть, но SQL-инъекция как таковой, она здесь есть. Но она слишком сужает вектор атаки из-за того, что идет строгая типизация. А почему она есть? Потому что как работает ASP.NET MVC routing? Сначала, когда пользователь в браузере какой-то запрос делает, он попадает в контроллер. Контроллер – это backend. То есть он попадает в контроллер, в контроллере происходят какие-то действия, и только потом отрисовывается view представление. Нет такого, что мы сразу открыли там .html и получили верстку какую-то. То есть все это проходит через бизнес-логику, каждый запрос. Вот так выглядит стандартный маппинг этого маршрута роутинга. В принципе, это как бы не сама ASP.NET MVC, а это в принципе MVC-паттерн. Так работает. Давайте дальше. Ну, собственно, это самая типичная SQL-инъекция, которая есть в ASP.NET. Она самая простая и самая очевидная. То есть в чем здесь смысл? Здесь используется не простейший ADO.NET, который, кстати, используется до сих пор многими разработчиками. По одной простой причине они говорят, что ORM тяжелый, ORM слишком сложный для производительности и так далее. Поэтому будем использовать чистый ADO.NET. И когда разработчики используют чистый ADO.NET, они, как правило, допускают различного вида SQL-инъекции. Здесь, конечно, уязвимый параметр login, и он передается напрямую в запрос, с помощью которого он как-то выводится. То есть вот так бы выглядел уязвимый запрос на SQL-инъекцию. Я подчеркнул, да, ключевые слова. И вывод ее мы видим ниже, где мы вводим версию нашей базы данных. Рассмотрим теперь, как от этого дела защищаться. Соответственно, какие-то превентивные техники использовать. Не использовать конкатенацию в запросах в антраста данных. И использовать ORM. Или нет? ОРМ. Object Relation Mapping. Что это такое? Это, так сказать, технология, которая позволяет реаляционную базу представить в виде привычной нам программистам объектной. То есть классы, методы, свойства и так далее. Все это делает множество различных фреймворков. Entity Framework, LinkU, LinkUtoSQL и тому подобное. В чем может быть проблема, когда мы используем ORM? ORM, как правило, он в себе уже имеет защиту какую-то от SQL-инъекции, естественно. И просто вот так взять, подставить кавычку, у него уже все это дело предусмотрено. Но какие здесь могут быть проблемы? Давайте рассмотрим следующие два запроса. Первый запрос LinkU, это с помощью extension методов. Второй запрос LinkU, это с помощью, собственно, языка запросов. Это технология самого C-Sharp. И фишка в том, что мы здесь можем увидеть метод toList. Это означает, что запрос будет выполнен немедленно. То есть, если бы мы этот метод не написали, то транзакция бы собиралась до тех пор, пока бы мы не обратились к переменной result или result2. Как только мы к ней обратились, только тогда выполняется запрос к базе данных. То есть, когда мы эту перемену используем, а не когда мы ее объявляем. То есть, и такие методы, как toList, toArray, toDictionary, они заставляют запрос выполниться немедленно. То есть, есть как lazy запрос и, соответственно, обычный запрос. По умолчанию он всегда lazy. То есть, по умолчанию он всегда выполняется именно тогда, когда мы обращаемся к этой переменной. И давайте рассмотрим следующий момент. Это пример, как возвращаются данные из базы. И рассмотрим следующий момент. Когда есть два подхода у ERM. Первый – это code first. Второй – это, соответственно, database first. Code first – когда мы пишем код, привычный нам на C-Sharp, и из этого кода генерируется модель базы данных. Отправляются SQL-запросы, создаются таблички и так далее. Но мы пишем код вот в таком формате. То есть, мы не пишем create, table и так далее. И вторая модель, соответственно, обратная – database first. Когда у нас есть готовая база данных, мы из нее забираем все таблички, методы и тому подобное. И строим из этого уже объектную модель. И какая здесь может быть проблема? Если у нас в момент в code first, в каком-то логике code first, есть какая-то инъекция, то мы могли бы заинжектить туда следующие PLO, допустим, условно. Это PLO на чтение файла, PLO, допустим, через out-of-band атаку на DNS отправлять себе какие-то данные, которые бы выглядели вот так в наших логиках. Но ситуация на самом деле фантастическая. Я такого не встречал никогда. Поэтому давайте рассмотрим более реальные примеры. Существует еще один ORM, который называется Dapper. Это, так сказать, урезанный ORM, и он очень минималистичен. То есть, он скорее как обертка хорошая для аддона, удобная. И у него есть одна очень интересная особенность – это динамические параметры. И фишка в том, что когда мы передаем динамический параметр, мы можем эти параметры читать из переменных, которые у нас уже объявлены. Вот посмотрите на последнюю строку. Сейчас вот так вот запомните ее. И взгляните вот на этот запрос. Смотрите, паттерн я передаю в action, и пасс, то есть две переменные. И, соответственно, если я пасс передам туда как динамический параметр, и, соответственно, пароль сам передам через URL, мы получим такую картину, то что он этот параметр с помощью методов рефлексии и так далее заберет в себя и выведет на экран. То есть мы можем читать локальные переменные через эту ORM и выводить их в базу, и каким-то образом читать. К сожалению, какие-нибудь reference-типы так читать не получится, только value type. То есть это string, int и так далее. Но это может быть полезно, когда мы передаем какие-то запросы или читаем какие-то секреты. Следующий момент – linkue injection. Динамический linkue. Примерно то же, что я сказал только что, но это уже такой прям глобальный research. В конце будут ссылки, где можно будет про него почитать. А что если у нас в данном запросе property name будет контролируемый нами параметр? То есть он зависит от юзера инпута какого-то. Что здесь можно сделать? Здесь можно изменить полностью логику этого запроса и внедрить сюда какую-то нагрузку, которая будет с помощью методов рефлексии вызовет, например, допустим, калькулятор. То есть мы будем забирать класс, мы будем забирать его атрибуты, мы вызовем какой-то метод, например, start, и создадим калькулятор. То есть если property name – контролируемый нами параметр в динамическом linkue, то с помощью вот такой вот нагрузки я подчеркнул важно, то есть то, что мы создаем некоторый объект-процесс и вызываем у него, так сказать, калькулятор. В результате мы получаем вот такую вот историю. Еще один момент, который я тоже хочу рассказать, это атрибуты авторизации в спинете. Как вообще выглядит контроль, да? То есть что такое атрибут авторизации? Вы видите, наверное, уже интуитивно догадались, что http get, когда мы пойдем по get-запросу, мы попадем на action index. Когда мы пойдем по post-запросу, мы попадем на action index string data. Но вы видите выше атрибут authorize, где мы говорим, что сюда может прийти только пользователь админ. И в чем здесь проблема? Проблема в том, что здесь указан явно пользователь, а не роль. Здесь также есть атрибуты роль и там еще другие атрибуты, но из-за того, что здесь указан именно пользователь, существует ряд проблем. Мы можем зарегистрировать, так сказать, нового пользователя с некоторыми, так сказать, нагрузками, то есть это перенос строки, процент 0,0 или знак вопроса, или звездочка. Также есть еще другие нагрузки, там пробелы и так далее. В зависимости от метода обработки этой истории, то есть могут возникнуть проблемы с тем, что этот атрибут пройдет. И, соответственно, вы на этот метод уже под этим новым пользователем сможете обратиться как админы. Еще один интересный момент – это как, собственно, заливать в shell. Можно ли… То есть я уже говорил, да, то, что .NET – это, в принципе, компилируемый язык, а не интерпретируемый. И как залить сюда shell, который бы у нас отработал. Давайте рассмотрим первый вариант – это файл ISPX. Самый простой вариант, потому что, когда создаются MVC-приложения, как правило, люди очень редко, я видал, чтобы отключали веб-форумс. То есть поддержка веб-форумс все равно остается. И мы можем залить туда файл ISPX со специальной нагрузкой и его, соответственно, потом к нему напрямую обратиться. Не через контроллеры, не вот это вот все, а сразу напрямую. И у нас файл выполнится. Аналогично этим файлам – это ASMX, ASHX. Это тоже файлы, которые могут выполняться. Просто, знаете, имейте в виду, что если у вас каким-то образом заблокировано ISPX, есть еще два варианта, как минимум. Соответственно, самый простой ISPX-шилл – это в старых версиях вообще рассматривать не будем. Просто это очевидно. И еще один вариант – это view rewrite shell. То есть если у нас, допустим, мы не можем загрузить ASPX или какие-то другие форматы, мы можем просто перезаписать вьюху нашу. Если мы это, конечно, можем. То есть если у нас есть доступ в директорию views, мы можем перезаписать вьюху с какой-то нагрузкой. То есть так будет выглядеть ASPX-шилл примерно. И очень важно здесь заголовок правильный ставить, потому что если заголовок будет неправильный, то шилл может поломаться. И, соответственно, вью rewrite shell – это у нас есть какое-то представление. То есть вот он наш метод, который возвращает вьюху. А вьюху будет выглядеть вот так. Допустим, индекс HTML, я подчеркнул, если там не видно. И, соответственно, справа вот так бы выглядело наше новое представление, где я просто добавил нагрузку для чтения веб-конфига. То есть добавить ее можно было бы любую. И, соответственно, он уже бы выполнялся. Еще один момент – это веб-конфиг. У SPNet приложения есть глобальный веб-конфиг, где там, как правило, хранится строка, коннект к базе данным и еще какие-то вещи. Но если мы веб-конфиг еще один создаем и кладем его в локальную папку, то этот веб-конфиг приоритетнее. В нем можно задавать правила доступа к директории и так далее. То есть если аналог проводить, это как ht-access для Apache. И, соответственно, здесь, загружая такой XML-документ, мы там расписали веб-конфиг, все хорошо, и в конце него мы добавили вот эти строчки. Это наша нагрузка. И после того, как мы обратимся к этому веб-конфигу, то есть будем в этой директории что-то делать, у нас будут выполняться вот эти команды. Еще одна интересная вещь – это XSL-инъекция, то есть со схемой связанная вещь. Здесь достаточно, на самом деле, все очень просто для понимания. Существует некоторая библиотека, док.x. Она парсит Word-документ условно и какие-то там нам результаты потом выводит. Что такое док.x? Это набор XML-файлов. Соответственно, в этот набор XML-файлов мы можем внедрить свою схему условно. То есть я подчеркнул важные моменты здесь. C-sharp-код. C-sharp-код, собственно, это будет выглядеть вот таким образом. Это наша нагрузка. В данном случае я, опять же, открываю файл веб-конфиг. Существует библиотека док.x, в которую мы подгружаем, допустим, некоторые откуда-то там URL для Word, там Excel или что-то такое, наш зараженный, и выводим это в представление каким-то образом. То есть это выглядело бы вот так примерно, наша нагрузка. И мы прочитали флаг условно. То есть нужно понимать то, что парсеры, нельзя доверять парсерам напрямую, особенно когда они работают с XML-ами и всякими такими штуками. То есть всегда есть возможность для какой-то атаки. Динамический тип. Динамический тип данных – это очень интересная вещь тем, что она может менять постоянно свой тип данных. То есть если сейчас она стала интом по каким-то причинам, она может также стать строкой и потом также стать каким-то буллием, переменной. Соответственно, вот этот код, по вашему мнению, опять же, уязвим, потенциально уязвим или не уязвим? Кто считает, что этот код абсолютно уязвим? Руки. Нет такого, да? Кто считает, что этот код потенциально уязвим? Ага. А кто считает, что этот код не уязвим? Нет таких. Вообще правильно, опять. Этот код потенциально уязвим. Собственно, по той же причине. Потому что строка все равно станет строкой, а инъекция здесь не пройдет, потому что у нас здесь в чистом виде используется метод TQALS. А он будет сравнивать строки как строки. Если вы будете передавать кавычки, там какие-то и так далее, он просто и будет сравнивать с этими кавычками. То есть это не будет конкатенация запроса. Но, тем не менее, остается, здесь поле расширяется в случае с имтовой атакой. То есть здесь становится намного больше векторов. То есть сюда мы можем передавать булевопеременные, сюда мы можем передавать какие-то вещественные типы данных, сюда же мы можем кидать строки и так далее. То есть выборка будет юзернеймов намного больше. И это достаточно плачевно. Поэтому вместо динамика лучше все-таки использовать object. Потому что object всегда будет object. Это упаковка, распаковка. То есть когда мы вообще любой класс, любой объект, все, что есть в C-sharp, это все наследуется от object. То есть object это такой base-класс самый-самый. От него все наследуется, и в него же можно обратно все, так сказать, упаковать. Соответственно, обратная операция, когда мы из object достаем наш нормальный объект, называется распаковкой. И история в том, что если мы даже сюда передаем какую-то переменную, int и так далее, она все равно остается object. И для сравнения нее нужно привести ее к тому типу, собственно, который мы и передали. Это выглядит безопаснее. Здесь просто различие. Ну, собственно, основное различие я только что и описал. Но это выглядит безопаснее, но все равно лучше использовать явную типизацию. То есть если это int. Если мы ждем int на вход, значит это int. Если string, то string и так далее. Потому что все равно остается много моментов для того, чтобы, так сказать, расширить вектор атаки. template injection. Соответственно, в .NET MVC есть такое понятие, как представление, которое я уже сказал. Есть еще представление, частичные представления. И два формата, так сказать, выполнения кода на представление. Это первый формат Razer. Это сейчас, так сказать, самый основной и популярный в SPNET MVC, когда мы пишем собаку, фигурные скобки и какую-то там нагрузку. И веб-форумс. Примерно тот же самый, да, то есть только угловые скобки и проценты. Здесь сейчас попробую очень доступно объяснить. Вещь такая, что если по какой-то причине, а это встречается, разработчики контент генерируют в контроллере. То есть они генерируют контент в контроллере и потом этот контент отрисовывают на вьюхе. То есть они здесь каким-то образом… Ну, в данном случае у меня вот в factory, точка getFuProvider, который забирает футер. То есть он там где-то у себя его собирает в виде строки, забирает и потом кидает на вьюху. Кидает на partial вьюху. А потом эта вьюха рендерится, просто рендерится, как из строки, так сказать, уже внутри представления. Соответственно, здесь проблема в том, что в параметр код, который передается здесь, то есть если есть какие-то антрасты данные, и в параметр код передается следующая нагрузка. Я могу передать следующую нагрузку и контролировать таким образом, то есть выполнять код, получая RCE, выполняя код на целевой стороне. То есть вот так бы это выглядело. Я под запросом кидаю в getPartialView, в home, я кидаю этот параметр и получаю, соответственно, результаты это чтение флага. Где этот момент можно искать? Искать его лучше всего в partial view. Но как найти partial view? Потому что у нас не будет, приложение нам не скажет, что у меня где-то здесь есть частичные представления. Соответственно, можно смотреть на запросы Ajax, которые мы видим. То есть это JavaScript, и мы их можем увидеть. Мы можем попробовать пробрутить action name. То есть это, допустим, если у нас getIndex, getIndexPartial или getPartialIndex. То есть кто как делает. И если мы такие находим, так сказать, им висишные пути, то, соответственно, имеет смысл попробовать с ними как-то поиграть с входными данными их ними. Сериализация. Что такое сериализация? Сериализация – это сохранение состояния объекта в файл, в память или еще куда-то. Соответственно, обратный процесс, когда мы восстанавливаем объект, состояние объекта, называется десериализация. В .NET вообще существует множество типов сериализации. Это бинарная, XML, JSON, и их там куча всего еще. На эту тему был очень хороший доклад на Zeronite. Я не помню, в каком году, но ссылки все в конце будут. И это вообще очень такая серьезная, фундаментальная атака. На основе нее очень много ресерча сделано. Ребята развивают эту историю. Я расскажу тогда в общих чертах, что это такое. Предположим, есть некоторый код. Как выглядит вообще процесс сериализации? То есть у меня есть список 1, 2, 3, 4, и я хочу запомнить этот список, чтобы потом его где-то использовать. Окей. Это пример сериализации. Соответственно, обратный процесс бы выглядел вот так. Пример, где сериализация, когда мы застаем этот список и, соответственно, приводим его к каким-то типам данных. Здесь, если вы обратите внимание, где тут лазер, то что у меня входной параметр data. Предположим, у нас есть какие-то куки-файлы. И они лежат у нас в B64. Что это за строка, мы не понимаем. Но мы можем прикинуть, ага, мы ее расшифровываем из B64 и получаем какую-то непонятную вещь. Окей. Возможно, что где-то там используется как раз здесь сериализация. И здесь проблема в том, что когда вообще, в принципе, происходит процесс здесь сериализации, он начинает включать рефлексию. То есть собирать методы, собирать теги объектов и так далее. То есть он пытается восстановить объект. И в этот момент, соответственно, если мы передадим ему некоторую нагрузку, которая будет по нашим правилам восстанавливать объект, мы можем у него условно переобретелить, как пример, как один из примеров, метод finalize. Он создаст объект. Еще один объект создаст методом finalize с переопределенным какой-то нашей нагрузкой. Но finalize выполняется всегда, когда объект больше не нужен. Соответственно, будет еще один объект, но он нигде не используется. И он тут же подотрется. А подотрется, значит, будет вызван метод finalize. Вот так бы выглядела нагрузка, которую мы передаем в наш B64, допустим, в куках. Если мы попробуем это дело расшифровать, мы увидим примерно вот такую вещь. То есть достать из B64. То есть это именно нагрузка. И, соответственно, когда мы это дело выполним, то есть мы просто передали в куке этот параметр, мы получим калькулятор на эту тему. Я все ссылочки в конце дам, где вы можете очень детально с этой вещью ознакомиться. Это вот прям must-have. Я очень рекомендую. Ну и еще, вот эти нагрузки, они, как правило, называются в терминах этой атаки гаджеты. То есть существуют различные гаджеты, потому что есть XML. Это я вам показал пример бинарной сериализации, но есть XML сериализация, и она бы выглядела вот так, наша нагрузка. И JSON сериализация, когда у нас объекты в формате JSON сохраняются и так далее. То есть также будет вызван калькулятор. SSRF. Очень забавная SSRF-ка, как-то у меня была. Люди почему-то используют, когда работают с какими-то реквестами, то есть с какими-то запросами веб-клиент. Хотя у ASP.NET есть нормальные классы, которые все это делают, но почему-то веб-клиент. Допустим, перед нами URL. URL попадает, соответственно, мы контролируем этот параметр, получаем в чистом виде SSRF. Ну здесь как бы особо говорить нечем. Факап разработчика. Но история в том, что из-за того, что разработчик использовал класс веб-клиента, он по сути имитировал, так сказать, серверный браузер. То есть такой мини-браузер свой написал, вызов вот этот объект. И, соответственно, этот браузер, он наоборот, ему по барабану, что вы передаете, в раппер файл, телнет, http, ftp и так далее. Он все это будет обрабатывать. И, соответственно, давайте взглянем на пример. Допустим, у меня опять же уязвимое приложение, URL, передаю какие-то параметры и прочитаем файл первый. То есть у меня вот файл, который мы до этого, кстати, сериализовали. Соответственно, он легко прочитается. То есть мы получаем local file include плюс через ssrf. Все потому, что используется веб-клиент. И, кстати, он используется многими разработчиками, которые просто не в курсе, как это может потом им откликнуться. Правильно выглядело бы вот так. Но это все равно оставляет ssrf. Мы по-прежнему можем ходить на локальные адреса через http, но мы сильно сузили вектор атаки. Теперь здесь нельзя инклудить файлы, нельзя использовать телонет и так далее. Конечно, самый грамотный подход это не позволять антраст данным попадать в URL и контролировать, что вообще, куда может пойти пользователь. Это было бы, да, про ssrf. Но, что было бы, если бы мы не выполнили кастинг http веб-реквест, а использовали бы только класс веб-реквест? Он бы собирал бы хендлеры в зависимости от раппера. Если мы передаем файл, то был бы файл веб-реквест. Если бы мы передали бы какой-нибудь там telnet, был бы telnet веб-реквест и так далее. То есть у него есть в себе все эти классы, и поэтому очень важно именно приводить хотя бы к тому типу, который мы ожидаем. То есть если мы должны ходить по http, значит по http. очень интересная находка была. Это не моя находка, это я ее нашел. XSS в хелперах. Давайте вот по порядку. Значит, у нас есть некоторая модель. 10 минут. Да, я успею. У нас есть некоторая модель. Город, страна и так далее. То есть есть пользователь, у которого есть адрес. Есть вьюха, где используется метод хелпер, дисплей for, где мы как раз этот адрес, так сказать, вызываем. Что произойдет, когда мы выполним этот запрос? Соответственно, произойдет XSS ошибка именно в методе хелперы. То есть это фундаментальная ошибка spnet. Это она была исправлена, выкачаны баги, раскатаны везде до spnet MVC 5 версии. Это работа. То есть где используется вот такой формат, могут как раз появляться вот такие вот проблемы. То, что скрипт, alert script будет приходить. То есть эта проблема именно в этом хелпере. И это эти XSS будут отрабатывать. То есть достаточно примитивная XSS, но она прям кроется в самом фундаментальном приложении. Mass assignment. Вот это очень интересная вещь и простая для понимания. Предположим, что у нас есть пользователь. У пользователя есть имя и какой-то там параметр, который определяет админ он или не админ. Соответственно, у нас есть контроллер, метод у контроллера, индекс, который принимает на вход этот объект пользователя. То есть мы ему передаем имя и всю эту историю. Но что будет, если… представление, то есть представление говорит, что если я админ, выводим, что я админ, иначе там форма для условно регистрации. Окей. Но что будет, если, допустим, я, когда попадаю в контроллер, то есть угадаю свойства из админ. То есть по умолчанию оно будет… оно не будет определено, то есть оно будет равно нул. Но если я угадаю, как хакер, то есть что есть пользователь, а вдруг у него есть свойства из админ, и я ему дам значение true и передам эти параметры в контроллер, то я получу информацию, что я админ, хотя я и не админ. То есть mass assignment атака заключается в том, что мы состояние объекта не контролируем, мы его не определили. То есть можно аналогию, очень грубую аналогию провести с регистром globals в PHP. То есть когда мы можем… когда перемены, которые мы не определили внутри, мы можем их определить через антрасты данные, то есть через данные, которые передает пользователь. Ну и последнее на сегодня момент, так сказать, немножко развлечь и загрузить. Race condition. Icepanet потоки приложения. Сейчас попробуем с вами представить такое приложение, какое-нибудь банковское, то есть или там переводы, или магазин, проще всего, где люди могут учитывать операции между собой от одного к другому. Причем это реальная находка была у меня, но просто я ее сейчас сильно упростил. И теперь представьте, что происходит такая логика. Когда пользователь отправляет деньги, другой пользователь их принимает. Соответственно, на бэкэнде это выглядит так. Сначала у первого пользователя отнимается какая-то сумма, а у другого пользователя эта сумма добавляется. минус, ну давайте сейчас картиночка здесь есть. Я отправил условно 100 рублей. На моем балансе стало 300, у чувака стало 100. Я отправил ему много раз по 100 рублей, но из-за того, что как мы видим потоки были не очень грамотно организованы параллельно, то есть здесь есть понятие пейлингу, то есть параллельный поток. То есть поток, еще который отнимал деньги, он еще не завершился, а мы уже запустили следующий поток. То есть если вы увидите последние два треда, они выполняются не по порядку, они будут выполняться в зависимости от планировщика потоков в собой операционной системе. Поэтому вполне вероятно, что сначала деньги могут начислиться, а только потом списаться. И соответственно здесь атака заключалась в том, что вот я отправил 100 рублей, я получил 100 рублей. Но я в один момент времени отправил много раз по 100 рублей, у меня баланс стал по нулям и мне стал этот поток лочить, то есть у меня баланс превратился в ноль, а у пользователя стал баланс 1100, хотя я отправлял много раз просто по 100 рублей. А у меня было 300, а у меня стал по нулям и 1100. И таким образом можно, меняя аккаунты юзернейма, то есть местами постоянно перекидывать денежки и их себе наращивать. Это была реальная бага в реальном приложении, но соответственно пример сильно упрощен. Ну и вот так бы выглядел эксплойт для данного примера, то есть самый простейший на питаньячил. Вот, ссылочки, ссылочки, где вот можно почитать ресерч, о которых я говорил, тех, что не касается моих находок, а потом я буду потихонечку писать всю эту историю уже на Аваспи, скорее всего. Ну спасибо за ваше внимание.